всем привет друзья еще нашел статейку 61 года номер два интересная статейка всем известно что пчелы носят мед ну и куда они складывают естественно в соты складывают поэтому сотообеспеченность пасеки это вопрос номер один нет сотов нет меда зачастую практика показала что соты с каждым годом стареют стареют нужно их обновлять это создает затраты пчеловоду затраты пчелам ну короче говоря потери получаются и вот к один кандидат биологических наук доцент аржевский напечатал интересную статью где они проводили эти экспериментные опыты для обновления старых пчелиных сотов статья называется обновление старых пчелиных сотов в журнале 1961 года номер два тут не написано какая страничка но в журнале вы найдете по оглавлению и так если захотите посмотреть электронную версию пчелы выделяют воз в жидком виде застывает он на восковых зеркальцах в виде белых пластинок только что отстроенные соты не на искусственной ващине всегда белые наружные края каждой ячейки для прочности сотов в три-четыре раза толще стенки ячейки это утолщение на краях каждой ячейки выглядеть в виде как бы особого валика у только что отстроенных сотов утолщение наружных краев ячейки состоит из чистого воска но с течением временем на эти края пчелы добавляют сначала немного а потом больше прополюса он увеличивает прочность сотов на разрыв после каждого выхода молодой пчелы из ячейки последние остается кока коконовая нить при приодении личинкой коконовая всегда белая и влажная она покрыта особым веществом которое на воздухе быстро застывает и довольно плотно склеивает нить соприкасающимися с ней другими слоями коконовой нити одновременно наружной стороной весь кокон приклеивается к внутренним стенкам и донушку ячейки клеющее вещество коконовой нити настолько плотно склеивает нить между собой что даже кипящая вода не разъединяет ее если после выхода молодой пчелы из ячейки попытаться хотя бы пинцетом вытащить из той же ячейки кокон это удастся с большим трудом он обычно рвется на части но под действием воды подогретой до 45-50 градусов и нахождение в ней сотов в течение длительного времени кокон отслаивается от стенок и донышек ячейки в этом случае пинцетом из ячейки его можно извлечь неразрушенным но утолщение на краях стенок ячейки по-прежнему будет удерживать кокон в ячейке вода свободнее проникает между коконом и стенками ячейки и хуже между коконом и донышком поэтому отслаивание кокона от дна ячейки даже после трех-четырех дневного замачивания сотов водой можно наблюдать не всегда то есть они производили такие опыты пытаясь освободить соты от старых коконов известно что при замерзании вода увеличивается в своем объеме воспользовавшись этим физическим явлением можно открывать коконы личинок от восковых стенок и доней в ячеек мы провели следующий опыт то есть сначала нагревали не получается потом решили замерзал замораживать у сухих сотов очень острым пчеловодным ножом срезали края ячейки тем самым удаляли утолщение которым прикреплен кокон краям ячейки сразу срезку краев ячеек надо делать также как и распечатывают соты нельзя при этом подогревать нож так как он будет расплавлять воск и последний при быстром застывании приклеить коконы краям стенок ячеек то есть холодным ножом нагревать нельзя после этого рамки сотами погрузили воду так чтобы вода зашла в каждую ячейку и залила их полностью вода в ячейке лучше заходит том случае если соты предварительно бывают обильно обрызганы водой то есть поспрейтих сначала водичкой в сухих ячейках задерживается много воздуха и вода их не заполняет вода лучше заполняет ячейки если они медленно она медленно поднимается кверху и поступает каждую ячейку через края нижних ее стенки мы эту операцию выполняли путем помещения сотов специальный ящик предварительно облив места соединения его стенок горячим воском чтобы соты при наполнении ящика водой не поднимались кверху их укрепляли воду в ящик сотами мы наливали через лейку на сок который доходил почти до дна вылетая в лейку вода равномерным слоем распределялась по ящику и по мере поступления поднимаясь кверху заполняла каждую ячейку через сутки двое когда вода хорошо проникала между коконами и стенками и особенно донями ячеек рамки сотами вынули воду из ящик вытряхнули а сырые соты вынесли на мороз вода замерзаю увеличивается как известно в своем объеме и тем самым отрывает коконы от стенок ячеек спустя три часа после выдержки сотам на 20 радусном морозе мы внесли их в теплое помещение когда лед оттаял рамки сотами поместили медогонку при вращении ротора которая постепенно убыстряли соты освобождались от коконов и становились белыми как будто они были заново отстроены вот до этого места немножко хочу пояснить некоторую информацию наливали они лейкой в ящик на моем канале на видео есть как сделать вакуумным наполнением сотов с сиропом точно так можно сделать наполнение сотов простой водой вакуумом то есть ставите посмотрите мое видео там есть информация вакуумное наполнение с сиропом сотов а нам нужно вакуумное наполнение сотов водой то есть за счет вода будет очень хорошо плотно заходить в эти ячейки и вы сможете освободить ваши старые соты читаем дальше соты в ячейках которых пчелы выводились от 5 до 15 раз поддаются обновлению при однократном замораживании интересно друзья восьмое интересно естественно сюда не подходят те соты которые сделаны на пластику вот это натуральные соты которые мы ставили натуральную овощину покупали вот они будут правильно работать тогда далее читаем более старые соты замораживать замачивать и замораживать и выбрасывать коконы на медохонке приходилось по 2-4 раза очень старых сотов 3-4 летние стенки ячек мы срезали на две трети их длины при этом условии вода легче проходит между коконами и донями ячек но и в этом случае приходилось пользоваться неоднократным вымораживанием из части ячеек 5-8 процентов особенно в ячейках с пергой коконы отслаиваются не полностью они не освобождаются при пользовании медогонкой высыхая такие коконы вновь приклеивается к восковым частям ячеек перед постановкой обновленных сотов гнезда пчел их следует вновь выдержать в воде освободить ячейки от воды и сырые поставить пчелам на очистку пчелы сами удаляют оставшиеся коконы пчелы отстраивают срезанные ячейки обновленных сотов легче и быстрее чем они начнут строить новые на искусственной овощине при условии последующего обновления одних и тех же сотов они могут быть использованы по-видимому не один десяток лет обновленные старые соты методом вымораживания делая новое она имеет еще некоторые не совсем отработанные в экспериментальных условиях страны приходится пока еще срезать края ячеек очень старые соты хуже обновляются чем более свежие при пользованиями догонки старые соты ломаются прошу пчеловодов испытать этот способ и о получении результатах о полученных результатах сообщить журналах пчеловодства ну еще естественно при замораживании это хороший метод и после как я уже читал предыдущих видео что можно их в баночку поставить в бане они как говорится обеззараживаться капитально и такие соты они будут и и промороженные и до 60 градусов приблизительно тепла в бане пара они выдерживают 56 убиты будут все в клещи бактерии и такая сота свободно сможет действовать по-новому и так друзья вот такая вот интересная статейка для вашего так сказать успешного бизнеса и еще пару маленьких к так сказать тем пчеловод рыболовом нынешнее лето у нас на днепропетровщине отличалась большим непостоянством погоды сначала шли проливные дожди было холодно а потом относительно долго держалась засуха любители пчеловоды ситовали на то что традиционные приманки хлеб вареное зерно дождевые черви семена жареного подсолнуха личинки хруща не привлекают рыб мелких белых червей обитающих или найти было трудно у нас возникла мысль в качестве приманки использовать личинки трудней испытать эту приманку взялся любитель пчеловод пономаренко результаты произошли все ожидания питательная ароматная приманка систематически приносила богатые трофеи особенно хорошо шли щука зеркальный карп ясь окунь карась и другие рыбы обитающие в наших реках и водоемах хочется посоветовать любителям пчеловодам любителям рыболовам обзавестись любительскими пасеками или иметь контакт с пчеловодами они с удовольствием поделятся трудневым засевом и вернее расплодом и еще небольшая статейка пчелы в силосной яме агроном арматов проходя недалеко от заброшенной силосной ямы заметил активный лед пчел откуда здесь пчелы подумал он и пошел по направлению лета в углу ямы оказалась глубокая трещина из которой вылетали пчелы агроном решил взять семью и унести домой на помощь пришел пасечник колхоза голику они осторожно раскопали щель и вынули оттуда девять сотов с медом и расплодом на одном соте сидела матка соты в щели размещались по типу теплого заноса все ячейки были пчелиные пчеловод предполагает что рой поселился здесь в конце мая и за полтора месяца заготовил около пуда меда семья была помещена в улей и везена на усадьбу агронома вот такие небольшие статейки друзья в этом видео я думаю вы заинтересуетесь чтобы ваша пасека была доходная вы постараетесь сделать соты правильными сотообеспеченными и обеззараженными удачи до встречи ставьте лайки подписывайтесь ждем ваших комментариев до встречи